итак друзья мы всем огромный привет это наши с вами традиционные вечерние посиделки в компании с хорошей едой с хорошими людьми жаль что нереально только виртуально кстати мне некоторые предлагали в комментариях начать ходить по гостям ходить по гостям и там к подписчикам и там сниматься видео хорошая идея но я не из тех кто любит торгаться в чужое пространство и сама я такая немножечко замкнутая вот так вот ну хотя идея конечно неплохая представляю сегодняшние блюда которые у меня на столе я обжарила минтальчик добавила специи красный перчик сахар соль корица потом я обжарила назовем это рисовые клетки и значит ко всему этому добавила лук морковку и лапшу какую-то тайскую тайская лапша так и кукурузку и получилось вот такой вот месила получилось вот это вот такие вот рисовые клетки к ним прилипла лапша их пожарил еще можно варить такие жевательные дверь зараза подвывает балконная у меня есть такая вот где-то помяла руку заправка соус соус камера наверно переворачивает тут написано хреновина вот такая вот хреновина у нас сегодня с вами на ужин давайте быстрее пробовать я хотел горячее я даже плитку не выключала чтобы все это подогревалась соуса немножечко сюда куда-нибудь себе положить но плитка моя так она знаете плохо греет плохо прогревает еду хотелось прям горяченького потому что у нас сейчас холодно у нас похолодало какой-то у нас ураган за окном практически ураган знаете катрина рыбочка филешечка нежнейшая я вышла из магазина сейчас вечером ходила в магазине я понимаю что я до дома-то не дойду мне пришла гениальная мысль вернуться и купить 5 литровую баклажечку воды вот с 5 литровой баклажечкой я и дошла до дома ветром меня не унесло порывы были конечно просто ужасные порывы ветра были такие что сносило все настроение у меня сейчас очень переменчивая от какой-то знаете такой гиперактивности когда мне все надо мне миллион идей но не мог мало дня мне мало дня я прям допоздна допоздна кручусь верчусь чем занимаюсь потом на следующее утро естественно не могу встать от такого состояния до полного кого-то бессилия не могу не могу не могу поднять ногу вот такое вот состояние тоже периодически бывают не нахожусь в себе сил даже для того чтобы себя покормить порой короче скачет эмоциональный фон скачет так что мама не горюй опять навалилась бытовуха разноплановая то у нас отключали горячую воду на днях чет вообще вырубили всю хорошо мне как раз был такой день когда я была без силы я просто лежала в кровати я долго время не знал что нет воды вообще потом когда я встала и захотела попить чаю я конечно же разочаровалась чаю попить не удалось слава богу рядом с кроватью для особо ленивых я поставила бутылку с минералкой попила водички и дальше на боковую вот так чего не хватает не хватает не хватает чего хочет того чего хочется в жизни от чего хочется конечно секрет я вам не скажу но не хватает этого это не так много на самом деле но это важно те мелочи из которых складывается жизнь когда они есть не замечаешь а когда их нет ты сразу как же так не хорошо не комфортно хочу дать мне это наверное еще от одиночества я устаю как-то сложился такой стереотип обо мне наверное как у в девятнадцатом году очень много людей стало на меня подписываться которым нравится такой свободный стиль жизни соло свободная жизнь не будем называть это одиночеством скажем такой выбор человека когда он живет один ему это нравится как это было ошибочное впечатление потому что я проанализировал себя я прошу никогда не была одиночкой никогда к одиночеству не стремилась до двадцати трех лет я жила с мамой потом я перетекла плавно к своему первому мужу и меня очень устраивала такая жизнь что вот я не однажу ну и потом после развода я тоже долго одна не была сразу нашлась сразу нашлось нашелся другой человек то есть по сути такая жизнь когда я одна это не моё не моя тема я не осуждаю тех кому это нравится кому то это заблуждение я люблю семейную жизнь потому что идет обмен энергиями самыми разными энергиями у тебя плохое настроение например у твоего близкого человека хорошее настроение он тебе его как бы выравнивает на оборот ты можешь поделиться своей энергией и вот не хочет тебя сегодня что-то делать ну а твой близкий человек наоборот чувствует себя водным активным готов это сделать для тебя плюс ты чувствуешь себя нужным буквально из ничего у тебя появляется какое-то ощущение собственной ценности когда ты выполняешь для себя какие-то повседневные дела живя одна это всего лишь обязаловка это всего лишь то что ты должна и ты сама себе особо не испытываешь по отношению к себе кого-то чувство особой благодарности господи я так благодарна себе что я приготовила ужин такая же я молодец боже мой нет это все впустую это впустую но приготовил ты уже не что-то там сделала твоя обязанность в рамках семейной жизни ты чувствуешь что это надо людям это надо все ждут от меня хорошем смысле все ждут что вот будет ужин ждут уже нужен нужен уже мы хотим кушать кушать хотим и ты вроде ничего такого не сделала просто состряпала что-то а все ждали все хотели все бегали так сказать тянули носом запахи с кухни хотели кушать вот вроде ничего особого не сделала но уже как будто бы какая-то выполнена миссия чувствуешь что ты нужно опять же какая-то суета по теме праздников ой у любимого сегодня день рождения или ой у мамы сегодня день рождения надо что-то купить надо что-то подарить надо подумать меню на праздничный стол у меня подружка она такая семейная и она постоянно мне пишет там ой а ты к таком-то празднику подготовилась а к такому недавно пишет их пасхи подготовилась я такая что какая пас у меня постоянно это суета то вот у меня день рождения ко мне родственники придут мама папа придет сестра или брат брат кажется давно не сестра у меня брат или сестра и брат ох уж эти интернет знакомств кажется брат родственники придут опять таки ребенку приятно когда дома праздники какие-то отмечаются когда-то 1 ты 1 1 1 только не надо написать что типа это пустым людям грустно в одиночестве а вот умные так сказать наполненные люди всегда найдут чем себя занять я тоже нахожу чем себя занять только нет недостаточно это надоедает наскучивает плюс обстановка меня сейчас не вдохновляет моя жизненная это вообще не то почему что я хотела к чему я стремилась я когда развелась первый первый брак мой ну вот который развод мне был 2018 году почему-то не знаете оказалось не очень активно обсуждать социальных сетях и на других на чужих каналах и почему-то мне приписывают три брака ну вот вы и свиньи вы смотрите меня чушки злобные вот только об терапе статом и почему-то не три брака приписывают лишь какая дура мне так и пишут дура им это любка дура и не три у меня вот первый который я завершился и нынешний который сейчас доброта и как бы смешно это не звучало из первого брака я уходила с мыслью о поиске любви и семьи да прикиньте типа ты замужем у тебя все есть семья типа любовь ну вот так жизнестроена что не всегда брак себя и жил и реанимации не подлежал естественно я же не сразу так знаете там проснулась утра какой к ним мир изв지ку мне конечно развестись конечно все основывают свое поступок конечно же все обдумывают обдумывают свои решения i'm думала не надоело плакать от одиночества жильда в брак надоело плакать от одиночества вечерами Я поняла, что трачу своё время, годы уйдут, я не нужна в этом бураке. Вот был такой страх после развода, что не получится, знаете, влюбиться по-настоящему, влечься кем-то и снова вступить в отношения. Очень меня это пугало, как мне некоторые пишут, что ты держишься за эти штаны, и что это в них счастье, а почему тут штаны? Это имеет отношение к моей душе, то есть имя, наверное, определяет мою судьбу, меня зовут Любовь, и имя определило в каком-то смысле судьбу мою, мои жизненные ориентиры, и для меня это было самое главное. Я уже с детства фантазировала о любви, именно как о чувствах, о чем-то прекрасном, что вот придёт время, и у меня будет такое прекрасное чувство. Мне было страшно, что я его не найду, потому что, ну, действительно, я уже долгое время не испытывала никакого интереса к окружающим людям, ни за кого взгляд не цеплялся, никого я не разградывала, ни на кого не западала, ни, знаете, ни в теории, ни на практике. И мне казалось, что меня как-то отморозило, что я как-то, как будто бы какое-то в людях разочарование, и я больше не найду своего человека, потому что я не смогу как-то довериться больше, полюбить. Было так страшно, что помру вот так, проживу без вот этого чувства и помру. Но мне повезло в какой-то степени, потому что недолго старушка горевала, и пришло это чувство, которое я ждала. Но видите, как сейчас тяжело это проигрывается, эта ситуация, очень тяжело проигрывается со всеми вот этими документами, с какими-то такими экстремальными на самом деле притирками в отношениях, которые могли бы отношения и разрушить. Честно говоря, могли бы. Ну, видимо, любовь, она для того и нужна, чтобы преодолевать вот эти какие-то тяжелые моменты, которые бывают во всех отношениях. Даже если вы вся такая умная, по расчету выбираете, все равно будут какие-то критические моменты. А если любви нет, вы их не пройдете, потому что одних мозгов бывает недостаточно. Я думаю, у меня есть три такие базовые желания. Первое, это все-таки определиться с местом для жизни, потому что нельзя так. Люди обживаются, люди что-то создают и накапливают обычно в том месте, где они решили жить. А у меня сейчас такая вот, вы знаете, мою ситуацию, да? То есть как будто бы ехать или не ехать и зависеть не от меня, я жду результатов. Я и тут как бы не могу застолбиться и в долгую устроить свои планы. И там еще никаких не может быть планов, потому что моя судьба еще не решена по поводу переезда. То есть мне бы хотелось, вот как всем, определиться с местом. То есть все, вот это мое место. Я называю своим домом. И тут я обустраиваюсь. Я обустраиваю свой уют, как мне нравится. Я обустраиваюсь, как-то обрастаю имуществом для меня ценным. Создаю некую свою ауру в том месте, где я вот решила осесть. Это мой дом, там на долгие годы, да? Такого нет сейчас чувства. И второе, конечно, хотелось бы получить то, о чем я мечтала. То есть мы поработали над своими ошибками. Мы привыкли уже друг к другу. И хочется быть вместе. Оно и до этого хотелось. Как говорится, хочется и колиться. Иногда колиться очень больно, как говорится. И словами, и поступками было. Мы друг друга жалили на пару. Но опыт, наверное, на то и дан, что проходит какое-то время, ты проходишь через какие-то испытания, и потом уже смотришь другими глазами на отношения свои, на свои ошибки, на ошибки человека. Он тебе что-то прощает. Ты ему что-то прощаешь. Происходит такой взаимозачет. Пусть так же время проявляет какие-то... Как лакмусовая бумажка, да? Это вот когда проводится тест, наносите что-то на бумажечку, да? Добавляете вещество, и вот появляется какой-то цвет. Демонстрирует, было там какое-то вещество или не было его. Это я объясняю для тех, кто не знает, что такое лакмусовая бумажечка. И вот время иногда становится такой лакмусовой бумажечкой, да? Как говорится, ты чего-то не замечал, или ты чего-то там, может быть, не ценишь, потом ты попробовал так, попробовал вот так, выбрал, что для тебя лучше. Вот нам по итогам всех наших проверок показалось все-таки, что нам лучше все-таки вдвоем. Это второе, что я хочу. И третье, это немножечко упрочить, укрепить свои финансовые позиции. А сейчас все неплохо, но хочется больше. Ну, как всегда, так все. Вот это, наверное, такие три желания, достаточно простые. И, в принципе, этого всего можно достичь в дело времени. Итак, много чего я наговорила вам сегодня. Откровенный такой у нас получился мукбанг. Всем огромное спасибо за то, что были со мной, за то, что вместе мы покушали, посидели. Всем хорошей, доброй ночи. Целую, обнимаю и... Пока-пока.